Иван Трофимыч с женой Анной живут в деревне. Их дочка Арина живет и работает врачом в городе. Вышла замуж, у них с мужем два сына и дочка. На каждый Новый год они приезжают в деревню к родителям. Внуки очень любят наряжать елку, принесенную дедушкой из леса. Наступила зима. Через неделю внуки приезжают, пора идти за елкой, сказал Иван Трофимыч бабе Ане. А елочку он еще летом вместе с внуками приметил. Выбрали самую пушистую, повязали ей красный шарфик на ствол, чтобы зимой ее было легко найти. И вот дед Иван отправился в лес. Подошел к елочке, стал стряхивать с нее снег. И вдруг старик увидел небольшой сугроб, который зашевелился. Что такое? Подумал Иван Трофимыч и с любопытством стал подходить, кто же там такой шевелится. Сугроб зашевелился сильней, и из-под него показалась волчья морда. Волк увидел Ивана Трофимовича и жалобно завыл, но почему-то не встал и не двинулся с места. Волк положил голову на лапы, а из глаз у него текли слезы. Да что такое? Да в чем же дело? Подумал опытный егерь. Он подошел поближе, разгреб снег вокруг его лап и увидел капкан, в который попала лапа волка. Ах, вот в чем дело. С досадой подумал Иван Трофимыч. Да какой же мерзавец поставил капкан на зверя прямо под елкой? Размышлял старик уже вслух. Ну потерпи немного, сейчас я тебя освобожу. Он наклонился, силой разжал капкан и освободил лапу волка. Зверь встал на все четыре лапы, встряхнулся от снега, взглянул на Ивана Трофимовича и убежал в заросли леса. Егерь посмотрел на его следы, крови не заметил. Значит, рана неглубокая, с облегчением подумал старик. И начал рубить елку. Срубив ее, он уже хотел идти домой, но вдруг его кто-то позвал. Ты что, старик, делаешь? Иван Трофимыч обернулся и увидел мужика с ружьем. А мы что, знакомы? Спросил егерь. Ты зачем это делаешь? Мы ставим ловушки на зверя, а ты нашу добычу отпускаешь. Сказал мужик. Да кто же так делает? Да если хочешь добыть зверя, выследи его, выйди к нему один на один на равных. А так получается по-предательски. Да разве же это охота? Сказал Иван Трофимыч и пошел в сторону дома. И вдруг он услышал за спиной, как мужик передернул затвор ружья. И не успел он подумать, только обернулся, как в этот момент раздался выстрел, и метнулась серая фигура волка между стариком и браконьером. Волк тут же взвизгнул и упал на снег. Иван Трофимыч, уже не обращая внимания на браконьера, быстро подбежал к волку и увидел, что тот лежал, закатив глаза, и тяжело дышал. Старик сразу понял, что только что волк защитил его от пули браконьера. Мужик попятился назад и стал быстро уходить, выкрикивая напоследок. Теперь, старик, ходи и оглядывайся, и ушел прочь. Иван Трофимыч взял срубленную елку, затащил на нее волка, привязал веревкой и потащил в деревню. Дома он положил его в коридоре и позвал ветеринарного врача Владимира. Он тут же сделал операцию по извлечению пули, обработал рану, сделал обезболивающий укол и сказал, что теперь зверю нужен уход и тепло. Иван Трофимыч поблагодарил Владимира, укрыл волка одеялом, и тот уснул. Старик посмотрел на елку. С одной стороны, она была почти без иголок. Они осыпались с веток, когда Иван Трофимыч тащил на ней волка, но он не унывал. Поставил елку голой стороной к стене, а пушистой — внутри комнаты. Когда внуки приехали, дедушка им рассказал про волка. Как серый спас его от пули браконьера, и вся семья зауважала волка. Ухаживали за ним и кормили. Волк понимал, что здесь его никто не обидит. Новый год прошел прекрасно. Время шло. Вскоре волк выздоровел, и Иван Трофимыч с бабушкой Аней отпустили его в лес. Потихоньку история с волком стала забываться. Прошла весна, наступило лето, дочка с мужем и детьми приехали отдохнуть в деревню. Дети обычно играли во дворе, но иногда мальчики ходили гулять и играть с деревенскими сверстниками. А внучка Оля была еще маленькая, ей было полтора года. Она хорошо ползала и уже начинала ходить, но гуляла только во дворе дома. И вот однажды, незаметно для всех, Олечка пропала со двора. Сразу сообщили в полицию и стали ее везде искать. На поиски девочки отправились волонтеры, но поиски ни к чему не привели. Прошел день. Иван Трофимыч вспомнил, что в лесу зимой ему угрожал браконьер, и он подумал, что тот мог и выкрасть его внучку. Но это была лишь одна из версий. Поиски продолжались. На следующий день все жители деревни собрались у дома Ивана Трофимовича и решили искать девочку вместе. Рассуждали, где и как искать. И в этот момент к ним подбежали внуки и громко закричали, показывая руками в сторону леса. Посмотрите, там волк идет и что-то несет в зубах. Все обернулись в ту сторону и действительно увидели волка, несущего что-то в зубах. Все замерли от ожидания. Когда волк подошел поближе к людям, вся семья Ивана Трофимовича сразу узнала в нем того самого спасенного ими волка. Он очень осторожно нес их Олечку, живую и невредимую. Волк подошел к дому и положил девочку на траву. Посмотрел в глаза Ивану Трофимовичу, как бы дав понять. «Ты спас меня от смерти, а я тебе помог найти твою внучку». Окинув взглядом всех людей, волк стремительно убежал в лесной массив. А люди, глядя ему вслед, захлопали в ладоши в знак благодарности за спасение девочки. Вскоре полиция выяснила, что девочку действительно выкрал тот браконьер. Он во всем признался, раскаялся, но все же за содеянное ему пришлось отвечать по закону. Теперь жители деревни поняли, что волки мудрые и справедливые животные. За доброту они отвечают взаимностью. С тех пор ни один охотник этой деревни не стрелял в волков, да и волки тоже никого не беспокоили. Вот такая удивительная история. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.